Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 30 апреля и сегодня я решила снять подробное видео, в котором будет ответ на вопрос, почему же я самую лучшую, самую красивую, самую свою вот такую долгожданную теплицу, вот эту уральскую легенду, которую люди уже называют томатным дворцом, почему я ее поставила в самое-самое неподходящее место, то есть запихала в тень, потому что люди видят, я показываю уже с этой стороны забор, там забор, с этой стороны дом и такое впечатление, что запихали ее как в коробочку и ни с какой стороны света для нее нет. Вот, я сейчас постараюсь ответить очень-очень подробно, чтобы вам было понятно. Я в прошлом году или в позапрошлом снимала видео, можно ли теплицу устанавливать в тени или как-то, есть ли теплица в тени от дома, что-то такое. Именно про эту теплицу, ну не про эту, которая здесь стояла, я рассказывала, но я сейчас напомню, что эта-то теплица у меня установлена взамен той обрушившейся и по техническим причинам у меня нет больше места на участке, куда можно впихнуть или поставить теплицу дополнительно, потому что участок всего 6 суток и он состоит почти весь из технических проходов каких-то там между теплицами, между сараями, между гаражами. Я потом сегодня или завтра покажу, постараюсь весь участок показать, но вы понимаете, что сильно не разгонишься. И вот у меня две причины, по которым эта теплица здесь стоит. Одна вот технические причины, потому что, ну нехватка места. Живу в центре города, вот мэр сидит в 10 минутах ходьбы от меня. Какие здесь у нас нарезались участки? Сразу маленькие, у нас нет ни 10, ни 15 соток ни у кого, 6-7 соток предел. У многих вообще 2-3, это мне еще повезло, что у меня 6 соток. Ну где было место, туда и поставили. И второй вот аспект, фактор, о котором я говорила вот год или два назад, это тот, который, сейчас объясню. Вот на протяжении многих лет, когда стояла здесь теплица, и я поняла, что это не так уж и плохо, когда теплица полдня в тени. Если мы посмотрим внимательно, смотрите, вот здесь с этой стороны от теплицы стоит забор. Но вот эта сторона, это север, и с той стороны у нас никогда солнца не бывает. Сейчас мы повернемся, я вам сейчас скажу. Вот сейчас утро, солнце встает вот с этой стороны, и оно сейчас до половины дня будет вот так идти, 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 идти. Так, подождите. И все это время... Ой, сейчас, чтобы вам тень-то показать. Вот видите мою тень? По тени видно, что солнце взошло, была тень отсюда, потом она идет, 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 идет. И до обеда здесь полностью все освещено. Раз там у нас северная сторона, там юг. И вот она как на восходе встала, она вот так дает полукруг, пока она не зайдет за дом. И вот именно это обстоятельство, что до обеда здесь солнце, а полу, после обеда, вот тень от дома, как немножко прикрывает, это позволило мне выращивать томаты. Я здесь никогда не притеняю, не делаю никаких притенений. И я вот наблюдая за ними, я поняла, ну как просто вижу, что тут они меньше страдают от жары летом. Тут вот у них не скручиваются листья. И как бы кто ни говорил, что вот томатам нужно солнце, в тени им плохо. Но когда вот у нас в прошлом году вообще почти не было пасмурной погоды, стояла температура 25-28-30 почти все лето, и томаты в теплице очень страдали. И вот эта теплица, сейчас подождите, потихонечку развернемся опять назад. Так, 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 едем, 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 едем. Вот эти вот две теплицы, видите, тут уже сетка. И то они, вот листья прям, чуть ли макушки даже не крутятся. И вот та теплица, она установлена, когда я их устанавливала, она установлена по правилам, где написано, что лучше всего устанавливать теплицу на солнечных местах, где на протяжении всего дня, короче, солнце и никогда нет тени. Вот здесь у нас никогда нет тени. Тут с утра до вечера солнце вот так идет, идет, идет по кругу, так и заходит. Даже на заходе солнца в 8-9 вечера тут жарко. И томатам очень сложно, едем назад, едем, едем. И томатам очень сложно в такой жаркой температуре. А здесь, когда я первый раз поставила, я тоже опасалась. И я думала, что, возможно, будет недостаточно света. А тут, знаете, такой у них прекрасный климат создается. Вот сейчас утром жары еще нет, но солнце уже есть. И температура в теплице, я про старую говорю, которая была в прошлом году, она такая приемлемая и комфортная. Солнце, но не жарко. Потом, когда ближе к обеду, вот с той стороны будет, когда моя тень, вот сейчас я так. Потом тень будет вот так падать. Когда тень падает вот так, тоже вся теплица просвечивается, но там уже становится жарко. И только, когда наступает обед, вот самый такой зной, когда томатам тяжелее всего, тут у нас хоп, и спасительная тень от домика раз и нас прикрыла. И мы в домике. И уже после обеда в 3 или в 4 часа, когда те жарятся, вялятся там, эти уже расслабленно отдыхают. И листики вроде только хотели вот так скрутиться, ну как, скрутиться, ну, знаем, для уменьшения вот этого испарения, площади испарения. Раз они только приготовились, а тут тень, они раз расслабленные такие. Тут, кстати, никогда не крутит лист, и тут меньше полив, потому что там я заливаю вообще, очень часто поливаю и по многу. Здесь вы понимаете, что если тенек немножко, они отдыхают. Вот, поэтому вот иногда не все, вот то явное, вот как мы видим, например, да, закрыто в коробку. Там забор, там забор, тут дом. Казалось бы, что солнца нет никогда. Но я уже знаю, что здесь солнца есть, и солнца достаточно. И вот я опять про то же. Иногда то, что мы видим, мы вот думаем, как у нас такое стандартное мышление, что кажется, что это же очень плохо. Но если вот так в жизни все это испытать и попробовать, а оказывается, это не так уж и плохо, и даже очень хорошо. Я тоже боялась здесь ставить первую теплицу. Поставила только потому, что деваться было некуда, потому что места нигде больше не было. Но теперь вот эту вот уральскую усадьбу, вот эту мою драгоценную, долгожданную, желанную теплицу, я безбоязненно сюда установила. Я потом все лето буду заходить и показывать вам, потому что действительно это вопрос спорный. Стоит ли теплицу ставить в полутень? Вот я поставила в полутень, где до обеда солнце, после обеда тень. Я очень довольна, избавила себя от лишних хлопот. И если у кого-то тоже нет, не у всех у нас большие участки, если у кого-то тоже нет таких больших территорий, чтобы можно было поставить теплицу со всеми такими, с выполнением рекомендаций специалистов. Может быть кто-то, посмотрев летние обзоры мои и увидев, что все растет здесь прекрасно, сделает какой-то для себя вывод и установит где-то теплицу или рядышком с домом, или рядом с забором.